Всем привет, ребят! С вами Гобзор.ком. Уже с начала мая ожидается, что Intel начнет массовый выпуск процессоров 10-го поколения с сокетом LGA1200 и плат с чипсетом Z1490. Мы их обязательно не изучим. Но, тем не менее, еще долгое время будут актуальны и уже вышедшие процессоры с массовым сокетом LGA1651 в двух версиях. Тестируемая сегодня плата Asus TUF Z3090 Pro Gaming, коррентируя на процессор семейства Coffee Lake. Мы проводили ее тестирование с Intel Core i9-9900K. Плата находится в широком доступе в российских магазинах. Больше подробных информаций по ссылке в описании к этому видео. Комплик включает кабели SATA, заглушку для панели, мостик SLIDE, винты для M.2, наклейки с логотипом, 20% скидку на модульные кабели, руководство пользователя и сертификат, установленные здесь компоненты. По оформлению на блесках рассмотрены ранее Asus TUF Gaming X570 Plus для AMD Ryzen 3-го поколения, выполнен в распространенном ATX формате. Из отличия отметим наличие выреза справа в центральной части. Он упрощает подвод кабелей в ограниченном пространстве корпуса. Вместе с ним уменьшилось количество точек крепления с 9 до 8. На задней стороне национально схематичное изображение. В стилистике это линейки. Усиливающий пластинок ожидаемо нет. Asus TUF Z390 Pro Gaming используется под систему питания со схемой 6 плюс 3. Установлены два компактных алюминиевых радиатора с ребрами. Дополнительным 24-пиновым разъемом выведен один 8-пиновый. Еще один радиатор под пластиковой накладкой в районе чипсета. Один из двух МБА разъемов оснащен съемным радиатором с термоинтерфейсом. Оба остаются доступными после установки видеокарты. Активное охлаждение можно организовать с помощью 64-пиновых разъемов с регулированным скоростью вращения. Один из разъемов оптимизирован под помпу системы жидкостного охлаждения. Вывезены 4 слота DDR4. Поддерживает установка до 64 ГБ оперативной памяти. Часота максимальная 4266. Отдельная LED-панель для вывода статусов не предусмотрена. Есть только ряд светодиодов, отображающих этапы загрузки. Для планета расширения вывезен 3 PCI 3.0 X16. Верхний из них с металлическим усилением. Также 3 PCI 3.0 X1. 6 разъемов саттера с зеленой одной группой. 4 в нижней части, 2 горизонтальных в районе боковой вырезанной печатной плате. В отличие от платы AMD, отмеченной выше, что только 2 разъема под светодиодной лентой и оба под 12 В. Поддержки адресной ARGB 5 В в отсветке не предлагается. На борту Asus TUF Z3090 Pro Gaming установлен 2-кбитный контроллер Intel 219. Поддержка защиты от статистического электричества TUF Languard. Звуковая подсистема с кодеком Realtek 1200. Усилитель под наушники. Аудиофильдские конденсаторы. Выделены в отдельную кранированную зону на плате. На задней панели PS2, 4 USB 3.1 Gen1, 2 USB 3.1 Gen2. DisplayPort, HDMI, гнездо Edge G45, 5 аудиоразъемов, оптический аудиовыход. В главном окне BIOS выводится сводная информация к подключенным компонентам, частота и мониторинг температуры процессора, здесь же список загрузки и режим работы вентиляторов. Избранный список с часто используемым опциям управления, он редактируется. Раздел с разгоном, ручной автоматический, дополнительные настройки по платам и расширения, мониторинг по всем компонентам, режимы работы вентиляторов, опции загрузки. Мы проводили тестирование ASUS TUF Z390 Pro Gaming с процессором Intel Core iD-1900K. Нам не удалось получить, к сожалению, стабильную частоту на частоте 5 Гц. Через короткое время наблюдался троттлинг. Из-за перегрева силовой части платы используя систему жидкостного охлаждения NZXT с радиатором типа размера 360, ситуацию, к сожалению, не исправил. Для этого процессора на этой плате максимальный планк стал 4,7 Гц. На этой частоте плата работала стабильно. Сейчас видите данные полученные в войд-тестах, напомню по ссылке в подробный обзор. Там можно сравнить ее с ранее протестированными платами. Ну а подводя итоги, ASUS TUF Z390 Pro Gaming можно рекомендовать под процессор Intel Core i5-9600K и условно для Intel Core i7-9700K, позволив провести стабильный разгон по ядру и памяти. Из минусов отметим отсутствие USB Type-C и отсутствие поддержки 5-ти вольтовых светодиодных лент. Отметим, что под процессор Intel Core i9-9600K мы рекомендуем подобрать плату с более продвинутой силовой подсистемой. С удовольствием обсудим с вами ASUS TUF Z390 Pro Gaming. Всем спасибо за внимание и пока-пока!